картофеля 92 160 160 гектаров лука у нас 500 гектаров было 500 гектаров было азимой есть азимой пшеницы ну да и 200 гектаров у нас гороха ну я начну как бы с другого вот самое главное во всей вот этой вот работе с биопрепаратами это поменять поменять психологию блин что такое что такое зайти к николаю николаевичу и сказать николай давай это блин когда ты подожди да ты подожди отец все вдруг то блин ну вот так вот и так вот и так вот ну короче да это шутки но действительно все это так и начиналось ведь мы до этого работали как нам привозят биопрепарат там две канистры поставили на цире алексеев внеси ну мы работаем работаем заходит там за складывать серьезно там нас две канистры осталось а чё за название а там кто там забери внести и все сегодня это подход ну совсем другой у нас потому что биология требует этой совсем другая культура внесения культура работы с препаратами обязательно это ночь обязательно свежий раствор должен быть и свежие препараты ну вот с этим вот с вот этим у нас вот очень хорошо нам подошла вот биотех агро которая находится в тимошевске они попал по звонку по телефону машина приезжает препараты совсем холодные с морозилки заходят к нам мы складываем у себя в этот тоже в хранилище там постоянно темно и прохладная нормальная температура для жизни деятельности препаратов и надо сказать да помимо того что ну сказать что мы там получаем прям большие урожаи на этом да на биологии но такого я не буду говорить ну прибавка вот допустим вот на зимом луке у нас была прошлый год вот помните какое какая была вот какое какая весна была до лук там пропадала мы вот чисто вот на одной биологии просидели и у нас лук получился за 800 центнеров с гектара ну то есть приличный был был урожай да мы начинали начинаем с осеннее внесение триходермы под чтобы разлагала со стерня и вы знаете вот мы каждый год в этом марьяна юрьевны мы им отвозим почвенную диагностику делаем и там кстати вот патогены уменьшаются но не сказать что они там уменьшаются на в разы да ну все равно процент падает и падает и падает ну вот это качественно конечно но влияет на на фон видите вот какой сегодня число какое в рк она вот стоит хоть бы ей и так же и лук стоит и так же все стоит поэтому ну с точки зрения вот экономики тут тоже николай николаевич правильно сказал лук вот мы вновь вносим на луки вот препараты там она вообще стопроцентно идет возврата возвращается нам эта стоимость препаратов стопроцентный вот стоит об этом задуматься а зимая пшеницу мы там делаем тоже вот 500 гектаров мы делаем первую фунгицидную обработку и тоже по пшенице по крайней мере вот держится вот что химия что биология но по урожайности примерно примерно она одинаково да и что по качеству что по что по количеству блин то есть по урожайности ну а до затраты естественно если посмотреть ценник химии до прошлого года в сингенте и затраты по биотехагра там там совсем совсем другой ценник стоит что касается гороха горох он вообще ну как бы тоже вот мы протравили в этом году на площади 200 гектаров гороха это 60 с лишним тонн протравили тоже вот результат ну в этом году то он и дает они не так уж много как садон килограмм 25 центнеров но тем не менее биология тоже не просела вот я хочу обратить это внимание а тут некоторые у меня спрашивают но измени говорит сергей сеть а в чем фишка то вот этого всего что вы тут занимаетесь ночами не спите наши ребята работают опрыскивает ну ну чё ну как ну в чем фишка да фишка в том что это же экология блин да сколько мы вот и льем этой химии 45 дней заезжает опрыскатель там в баковой смеси до пяти до шести препаратов блин вот вот и в чем фишка да мы убиваем все живое в конце концов она же никуда не девается и даже с печени снашена никуда не девается все остается печени есть большие производители картофеля производственники но надо надо смотреть надо не главное не бояться ребят начать как мы когда то касса боялись этом жку боялись это если все отрегулировано все нормальный хороший рабочий коллектив можно горы ворочать даже с биологией эти все я сегодня представляю компанию биотех агро которая сотрудничает с данным хозяйством уже четвертый год сергей алексеевич поближе да 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 мы начали наше знакомство еще в 2021 году с небольшой делянки это было около трех гектаров чипсовый картофель в эр вот сегодня сейчас мы находимся на том же чипсовом картофеле в эр ну в этом году мы работаем уже на 40 гектаров вот ну хочу сказать что по 21 году с нас с нашего начала знакомства мы получили результаты которые впечатлили вдохновили и мы продолжили в двадцать втором году работа уже на более ну как бы на 4 гектаров по чипсовому картофелю и на продовольствием картофеле на алоэте также мы работали на луке это был саженый и сеянный лук это уже с 22 года в двадцать третьем году мы продолжали нашу работу когда вы сейчас переедем там будет данные будут собраны по результатам к сожалению времени так-то много и хочется много рассказать поэтому сейчас я остановлюсь на том что мы работаем в двадцать четвертом году и у нас задействованы под опыт в эр 40 гектар продовольственные картофель ривьера это 52 гектара 500 гектаров это зимая пшеница 200 гектаров это горох и если взять суммарно то саженный 38 гектаров и 122 гектара это сеянный лук в сумме то составляет 160 гектаров то есть площади больше огромное спасибо руководителю как опытный мудрый ну как бы аналитически подходящий ко всем нюансам человеку он терпеливо смотрит со стороны наблюдает я думаю что если бы у нас не были даже промежуточные цифры хотя каждый год из года в год разная ситуация возьмем 23 год обилие осадка возьмем сегодняшний год ну как это температурные качели каждый год не похож друг на друга но тем не менее мы в разных условиях это тоже интересно работаем и как бы показываем свою состоятельность в плане урожайности экономических затрат и что еще хочу сказать и отрадно применение биопрепаратов это тема как бы она уже настолько набрала обороты это мы видим и по количеству наших партнеров которых из года в год у нас все больше и больше это небольшие фермерские хозяйства это среднее хозяйство агрохолдинги но я не сказала еще что в этом году в 2024 году компания биотех агро празднует свое 20 лет 20 лет нашей уже компании более 17 институтов с которыми мы сотрудничаем все препараты проверены все сертифицированы более того отрадно то что на сегодняшний день есть еще поддержка государства она есть государство поворачивается в сторону того чтобы было выращивание экологически чистой продукции то есть как бы внимание уделять более почве и то есть это вот на примере ростовской области хочется подчеркнуть что это и программы это и субсидии которые именно выделяются на биологические препараты но что хочу еще сказать помимо того что я выше перечислила те объемы которые задействованы в 2024 году самое главное начало да это начинать с пожневных остатков нашей обработки вот здесь представлены схемы и по луку и по картофелю но самое начало начал это обработка почвы и подготовка еще с осени когда мы делаем обработку пожневных остатков мне хочется рассказать очень много материалов очень много но я думаю что самое лучшее будет самый лучший комментарий это людей практиков которые здесь в данном хозяйстве работают отдельно спасибо николай николаевич это надо уметь подобрать такой состав такую команду это сильнейший этот профессионал у вас честное слово не то что лезь да у людей огромный опыт практика они настолько быстро реагируют на все нюансы они настолько прислушиваются и как бы мы мне приятно правда работать вам спасибо большое за такую команду организацию и думаю думаю что продолжим с вами работу и сотрудничество ну вот у нас посадка лука в зиму это не то что рискованно а безнадежное дело просто безнадежная я вот порой удивляюсь а шефу когда вы прошлом году 50 гектаров зашли перри перекультивировали и посеяли купили перри посеяли новый лук это снук сами понимаете какие какие деньги но тем не менее так у нас николай николаевич он рисковый парень молодец да вот это вот перед вами лук лежи да это трое лук на на сорт называется покупаем мы его в лукоморье это подмосковье есть вот уже долго уже сколько лет с ними работаем и скажу вам что вот этот лук он весь у нас вот здесь это 40 гектаров это выращиваем его по биологии единственное что мы сюда вносили схеме это инсектицид ну вот от мухи луковой вносили трипса здесь никогда не бывает на саженном луке поэтому обходимся одной двумя обработками от луковой мухи ну да помимо фунгицидных обработок биологических там у это биотех агро очень обширная линейка и питания да она они очень так реагирует на все на это нужен калий делают с калием нужен кальций делают с кальцием ну и как результат вы видите вот это вот такой прекрасный 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 лук ну я скажу вам по если вот по технологии считать то но здесь вот он у нас получился редковатый хотя мы сажаем нам нам рекомендуют там тону там тону 100 сажать а мы уже догнали до тонны 250 думали чтобы погуще получить его но вот эти вот зима он как-то вот не очень боится лук он боится особенно возвратных до возвратных вот этих вот заморозков которые были в этом в марте месяце его немножко так посмотреть на вид как бы не сильно его прихватила да ну а на самом деле получилось то что сильно блин но тем не менее вот это вот мы вырастили вот такой лук ну по биологии значит что мы практически работаем мы тоже то же самое те же четыре пять дней обязательно и заезжаем начиная то химии мы работаем там с четвертого с пятого листа а здесь уже только появляется мы начинаем работать фунгициде мимо кормим ну тут же соносы компенсирует государство же с биологи поэтому можно и лить как бы не залить да поэтому поэтому вот такое вот ну сами видите ну что в нем можно сказать если если не ну и по-честному по-честному вчера замерили 32 тонны друзья какие вопросы есть ну лукоморье лукоморье вместе с семенами присылает вам и и и и сажал куда хотя да вот хотелось бы вот тут вот придумать еще как-то бы семена бы протравливать но но не получается и да и его сушить тогда надо он мокрый он даже если он постоит в сетках он это конденсат хватает и он плохо очень сыпется потом через сажалку поэтому приходится сухим его ну мы перед перед этим обязательно в почву вносим триходерму чтобы от патогенов избавляться вот так круто чем раньше начинаем но вообще-то себестоимость у нас в этом году она будет высшей это хотел за это сказать обычно озимый лук мы брали если нормально урожайность это да я громче я варю чем это обычно урожайность вот здесь озимый был если мы хороший урожай это было 400 центр вот примерно так 390 но потеря вот действительно непонятно почему вот есть есть потом нету есть есть нету и вроде семена хорошие были все было нормально но скорее всего сквозняки мороз она и видно что у нас прямо полосой прихватила и вот мы потеряли ну примерно сколько центра 70 до потеряли 8 на самом на самом деле себестоимость лука у нас вот этого доходило двадцать втором году было 9 рублей сейчас конечно уже 10 рублей продаем сейчас в 17 рублей ну да вот и про хороший вопрос я там и интервью отдавал там одетом кто-то говорят правильно а другие но я говорил правду и в интервью кто слушает потому что в том году картофель мы начали вот мы здесь все 10 рублей и закончили 10 никому не интересно хотя себестоимость что у энергии что у нас она где уже доходит до 11 рублей картофель себестоимость и никому не интересно что мы убыток лук точно также в том году начали 10 рублей и было 9 и 8 опускались ну разве это цена вот такой труд и все остальное поэтому ну дай бог в этом году вот хоть хоть что-то поэтому будем надеяться здравствуйте уважаемые друзья коллеги партнеры во первых разрешите поблагодарить вас что нашли время возможности приехать посетить данное мероприятие для нас это очень отрадно и отдельная благодарность конечно же организатором это дорогого стоило я не займу долго времени меня зовут красняков владислав я директор по развитию компании полидон агро по южному федеральному округу буквально пару слов о компании полидон агро это отечественный производитель который занимается разработкой производством и внедрением жидких минеральных комплексов корректора дефицита элементов питания половых одевантов аминокислотных комплексов суспензионных то есть перечислять их будет очень долго линейка насчитывает уже более 70 наименований и с ней можно ознакомиться в наших каталогах листовок которые как раз таки вы получали при регистрации а самой схеме расскажет моя екатерина коллега на ней останавливаться долго не буду по компании еще что хотелось бы сказать то что основной акцент делается мы отечественная компания база производства у нас находится в городе воскресенске это московская область на базе научного института минеральных удобрений и фосфора опыт работы у нас 1967 года но это только у нас опыт работы мы понятно что этим не ограничивается теория практика листового питания насчитывает уже не одну сотню лет а я передаю слово екатерина расскажет о том что мы здесь какие опыты какие продукты применяли добрый день представлюсь расскажу почему я имею право находиться здесь меня зовут екатерина кудашкина мне 32 года я кандидат сельхознаук впервые приехал в двадцать первом году в это хозяйство и уже в двадцать втором году мы показали на 40 гектарах дополнительно сохраненный урожай более пяти тонн с гектара при этом с хорошей экономикой вот с тех пор я на регулярной основе езжу в хозяйство перейду к схеме в этом году благодарю николай николаевича за доверие имеем честь чтобы наша схема была представлена в качестве хозяйственной схемы по питанию картофеля основной принцип по питанию мы даем дробное внесение аминокислотных препаратов это очень важно учтите это чтобы не было шрамированного или раненого картофеля мы не мы должны давать именно дробное питание бур это классика даем бутонизацию даем микроэлементные комплексы обязательно в период роста клубней кальций бор тоже классика на цвет выровненность крепкость кожуры полифайт это у нас фосфор в виде фосфитов и калий не стандартно даем первый период вегетации чтобы дополнить биофунгицидный эффект и обязательно мы работаем с качеством воды чтобы снизить пестицидные щелочный гидролиз всех действующих веществ вы можете обратить внимание по правую руку от меня вверху находится базовая схема внизу находится усиленная схема всегда мы идем к тому чтобы повысить эффективность экономическую правильно мы все хотим больше зарабатывать хотим больше качественного урожая и мы сделали такое испытание вы можете увидеть усиленная схема она потянула на 4000 больше в итоге дала около девяти тысяч рублей на гектар и вы можете здесь увидеть какая фракция у картофеля здесь больше клубни лучше выровнять размер но вот на первом образце здесь это не моими руками женщины копали поэтому все честно вот вы можете увидеть первый клубень дал отросток то есть мы можем сделать какой вывод могли повлиять еще и заморозки конечно но потом когда мы стали базовую схему копать мы увидели что здесь тоже были маленькие отростки да здесь больше клубней да вы можете это тоже увидеть в ящиках хороший размер хорошая фракция но вот как сергей алексеевич уборка все покажет правильно поэтому что я еще всегда отмечаю лучшее не всегда лучше чем лучше и враг хорошего то здесь надо найти баланс и вот на сегодняшний день хочу отметить по другим посадкам по другим по другим сортам картофеля что базовая схема она сейчас достаточно хорошо себя показывает посмотрим как покажет себя усиленная схема что по урожайности и что будет самое главное по качеству то есть нам же в итоге надо понимать что мы можем дать нашему покупателю чтобы он был доволен качеством картофеля как я же правильно понимаю что корректор плач у нас вся схема применялась совместно с пестицидами вот я хотел бы обратить внимание на именно на этот продукт корректоров паша в принципе на корректировку воды это очень важная актуальная тема на которую очень редко кто задумывается а действительно ведет большим проблемам мы понимаем что это обработки проводится в одной баках смесях с пестицидами но я вас уверяю у каждого препарата даже у каждого отдельного д.в. который предъявляет свои требования качественным показателем воды есть д.в. препаратов которые будь то высокий ph будь то высокое количество солей падает эффективность до 50 процентов буквально за 15-20 минут а это ведет к тому что у нас хуже срабатывают пестициды мы начинаем грешить на них а в основе это как раз таки лежит вода то есть этому мы уделяем особое внимание причем я проехал огромное количество хозяев как я сказал работаю по юфо где бы я не мерил воду где бы я не проверял я еще не встретил вода в воду которая была бы хотя бы нейтральная как правило она всегда щелочная а это уже проблема на это обращайте внимание поэтому важный акцент мы на нем делаем обязательно занимайтесь качественными показателями воды и екатерина озвучила основную схему но тем не менее усиленная схема за которую мы не остановились но как я сказал линейка постоянно обновляется появляются новые продукты такие как у пропал у нас появился новый продукт у нас продукт появился mpk ари пол то есть продукты mpk у нас уже были но это специализированные продукты где идет усиление уже за счет меза и микроэлементов то есть здесь у нас есть возможность сразу за одну операцию закрыть потребность культуры не только в отдельном моноэлементе а сразу дать комплекс поэтому это хорошие продукты для решения задач в моменте почему и продуктов такое большое количество не для того чтобы запутать вас или себя запутать чтобы вы могли точечно индивидуально подходить к задачам которые вы же перед нами ставите но в принципе у нас все да ты еще хочешь добавить кого-то может быть возникнет вопрос почему здесь именно эти препараты хозяйстве был проведен почвенный анализ и именно опираясь на почвенную диагностику мы определили что у нас находится в дефиците поэтому и усиленная схема была составлена именно в связи с той потребностью которая есть вы даже можете сейчас подойти увидеть что молодые побеги вносили медь молодые побеги прям такие сочные темно-зелененькие внизу на стенде представлена у нас базовая схема вы можете подойти потрогать посмотреть составом и открыто а наверху находятся именно именно те препараты которые были добавлены в усиленную схему но катерина рассказала предысторию ее работы ее работы в нашем хозяйстве но действительно вот когда она зашла к нам первый раз и привезла с собой она работала тогда в агрелиги когда она привезла с собою на 40 гектаров препаратов это было очень интересно и когда мы копали это все даже механизаторы когда заехали копать на комбайне вот ну разделили границу между ее препаратами да и нашими препаратами и было ну разница прям прям существенная было видно по бункеру да вот чем хороша вот эта схема но здесь вот действительно под каждую под каждое развитие под время развития картофеля на каждую фазу здесь имеется препараты и я думаю весь наш как коллектив думаю что вот благодаря вот этим вот препаратом которые здесь вот у нас написаны да может быть вот так вот хорошо сохранился как картофель и этот картофель у нас попал под страшную но заморозки которые мы приехали вон с шефом 5 числа а здесь стояла просто черное поле натурально черное поле ну николай николаевич сразу паники давай культивировать давай пересевать пересаживать но в конце концов поработали совсем но ему это стоило ну правда мне волосы так нету ну да вы их пол последняя выпала денег пришлось доплачивать потому что ну чтобы все это сохранить и изберечь и катя здесь не сказала ну там может быть потому что картофельный день я скажу следующее мы ее препараты применяем сегодняшний сегодняшний но не ее фирмы применяем и на зимой пшеницы то есть я считаю тоже вот это вот заморозки которые прошли по по району у нас благодаря аминокислотам они все-таки аминокислоты удержали вот этот урожай который у нас сегодня есть и одно из как бы вот спасибо вот этому всему ну и пока что по качеству мы надеялись что у нас будет вся тройка потому что мы ну далее будем марить катя усиленный последний этот момент обработки но так получилось наверное или 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 погода так распорядилась но относительно другого на чтобы у нас был хороший как там остальных будет поэтому я думаю что и катерина ну надо отдать должное катерина на к нам приезжает каждый день но каждую неделю это обязательно мы с ней про из проезжаем обязательно с не все поля ну не все поля ну такие наши тестовые мы проезжаем мы делаем раскопки копаемся смотрим с ней тоже вот ругаемся потому что бывает встречается лопнутый треснутый ну что сделаешь ну как говорится но не бывает все в идеале хочется сделать все в идеале но не получается поэтому будем работать добрый день сначала несколько слов о компании юпил это крупнейшая индийская научно-производственная компания занимающая пятое место в мире среди производителей средств защиты растений компания была основана в 1969 году и в текущем отмечает свой 55-летний юбилей в настоящее время в компании работают 18 научно-исследовательских центров 43 завода по производству действующих веществ и формуляции препаратов которые находятся в разных частях мира получено более полутора тысяч патентов компания юпил предлагает комплекс решений как для защиты растений так и для обеспечения продолжительного хранения выращенного урожая причем сочетание традиционных химических и биологических препаратов компании повышает урожайность и качество продукции рентабельность производства а соответственно и выгоду сельхоз товаропроизводителей в рамках темы мероприятия и говоря о картофеле как о втором хлебе компания юпил предлагает ряд препаратов для его защиты от посадки и можно сказать до прилавка начнем с защиты от сорных растений почвенные гербициды на основе метрибузина являются неотъемлемой частью технологии такие препараты как метрифар юнимарк обеспечивают надежный контроль двудольного типа засорения и вносятся до всходов или в начале развития культуры обычно двудольными сорняками дело не заканчивается и появляются злаковые компания юпил имея одну из лучших линеек граминицидов на рынке активно работает в этом направлении так известный поливодом почвенный гербицид пропонит получил расширение регистрации на картофель кроме того по вегетации мы рекомендуем применять гербицид с улучшенной формулой и повышенной безопасностью для человека и окружающей среды это центурион нео он имеет самую широкую регистрацию включая нут и лен масличный и наконец самая мягкая к культуре и беспощадная к сорнякам пантера которая применяется независимо от фазы развития культуры эти граминициды также зарегистрированы и могут применяться на луке другая проблема это болезни с ними ведет борьбу группа препаратов фунгициды компания юпил является мировым лидером по производству известного и хорошо зарекомендовавшего действующие вещества манкоцеп и препаратов на его основе пенкоцеп и манзат эти препараты являются контактными фунгицидами которые обеспечивают надежный барьер патогеном поэтому применяются они как правило профилактически благодаря своему мультисайтовому или многостороннему действию к ним нет резистентности кроме того в их состав входят микроэлементы марганец и цинк которые стимулируют активность фотосинтеза что в свою очередь ускоряет ростовые процессы и повышает сопротивляемость растений к патогенам в результате все это способствует росту урожайности двухкомпонентная новинка наутиль предназначена для лечения и защиты от фитофтороза и альтернариоза он является контактно-трансламинарным фунгицидом который наряду с защитными свойствами быстро проникает в растения и эффективно подавляет инфекцию внутри наутиль имеет своем составе большое количество прилипателей которые снижают его смывание осадками третьей составляющей защиты являются вредители для борьбы с колорадским жуком есть экономичное решение инсектициды группы перитроиды альфа план и тарых но сейчас уже стоит обратить внимание на гораздо более интересное решение новинку шинзи на основе хлор антронью и прола основной отличительной чертой шинзи является высокая эффективность и экологичность с сохранением пчел и энтомофагов а также продолжительность защитный период такого рода препарат на российском рынке в ближайшее время может предложить только компания юпи эл регистрация ожидается в текущем году компания юпи эл помогает решать и вопросы хранения начиная уже с поля регулятор роста фазор применяется за четыре недели до уборки картофеля и обеспечивает остановку прорастания клубни при хранении что в свою очередь снижает затраты фазор применяется и на луке за две недели до уборки значительно снижая потери при хранении подходя к созреванию культуры еще одним элементом технологии возделывания картофеля является диссикация на юге страны она не столь актуальна но в других регионах это востребованный прием для этих целей применяется диссикант лайфлайн в период в период окончания формирования клубни и огрубление кожуры он обеспечивает высушивание приближенно естественному созреванию широкого ряда культур и улучшает качество продукции при равномерном созревании обычно в хозяйстве выращивают не только картофель но и другие культуры в севообороте юпи также предлагает ряд препаратов для защиты полевых и овощных культур саду и виноградников а также для фумигации зерновых кроме того семенное подразделение адвантасиц поставляет семена сорга и сорга суданковых гибридов а также подсолнечника классического и для технологий clearfield в завершении остановимся на новинках уже получил регистрацию фунгицид пирус для защиты сада и подсолнечника с выраженным профилактическим и лечебным действием в ближайшее время ожидается регистрация следующих препаратов двухкомпонентный протравитель пшеницы и ячменя eclipse он предназначен для любых сроков села зерновых так как не имеет ретардантного эффекта и обладает длительным защитным периодом инсектицид шинзи на основе хлоран тронил и прола о котором упомянули выше являясь признанным лидером в мире по биорешениям компания юпил в ближайшее время представит два новых биостимулятора для полевых культур на основе экстракта морских водорослей га-142 и микроэлементов один из них это оптимайзер сбором активатор питания пропашных культур который усиливает рост развития и стрессоустойчивость другой стимокор это биостимулятор роста и развития корневой системы активатор минерального питания и антистрессант для культур при неблагоприятных условиях окружающей среды подводя итог по вопросу защиты растений можно сказать так решение компании юпил в защите растений это оптимальное сочетание цены качества и эффективности позволяющие хозяйством рационально вести производство и и и и и и и и Продолжение следует...